Поисковые работы на месте крушения пассажирского авиалайнера в Ростове-на-Дону продолжаются. Экспертами найдены бортовые самописцы, которые получили повреждения, но информация на них сохранилась. Уже опубликована и расшифровка переговоров между диспетчерами аэропорта и пилотами Боинга 737-800, которые были зафиксированы за несколько минут до трагедии. Из записи черных ящиков следует, что экипаж не заявлял о технических неполадках самолета. Обсуждались лишь технические детали перед посадкой воздушного судна и погодные условия. В последние минуты переговоров один из пилотов запросил разрешение на снижение, а затем сообщил об уходе на новый круг. Набирая высоту, авиалайнер начал неожиданно падать под углом 45 градусов со скоростью 106 метров в секунду. При столкновении с землей самолет взорвался. Его обломки разлетелись по взлетно-посадочной полосе. Никому из пассажиров и членов экипажа выжить не удалось. На месте трагедии работают эксперты. Начиная со вчерашнего дня на месте чрезвычайной ситуации, в месте крушения авиационного судна проводятся аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы. Они не прекращались в течение суток и начиная на сегодняшний день. Начиная со светлого времени суток сейчас проводится комплексный осмотр каждого квадратного метра территории, где мы сейчас проводим обнаружение остатков тел погибших. Потом все передаем следственному комитету. Выстраиваем личный состав цепь. Совместно с подразделениями Центра Лидер мы сейчас отрабатываем данный вопрос. Если вы видели в настоящий момент, мы уже прошли этот сектор два раза. Сейчас погода меняется, переходит на тепло. Мы проходим еще раз. Основное внимание обращаем личного состава. Это в местах обломков воздушного судна, где внимательно осматривают каждый клочок земли. И все эти работы выполняются сейчас. Личный состав проводит все это на высоком морально-психологическом уровне. На борту авиалайнера «Флай Дубай» находились 62 человека, 7 членов экипажа и 55 пассажиров. Имена жертв катастрофы известна. Среди них граждане России, Украины и других зарубежных государств. На борту находилось 62 человека. Из них 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Из 50 пассажиров 11 граждане других государств. Фамилии и списки установлены. Из 7 членов экипажа 6 граждан иностранных государств. В Ростове-на-Дону организована работа представителя Министерства иностранных дел. Связь и взаимодействие установлены. Отправлены в посольство государств, где есть погибшие пассажиры и экипажа, ноты. Организована работа оперативных групп МЧС России в аэропортах города Краснодар и Минеральные воды. По данным Росавиации, в аэропорт города Ростов планировалось к прибытию 23 рейса. 10 рейсов отменены. 3 рейса прибыли в Краснодар, 13 в плане. Вопросы, связанные с доставкой пассажиров в город Ростов, организованы. По состоянию на 18 часов нам удалось связаться с 53 родственниками погибших пассажиров. Эта работа продолжается. Две семьи из Украины размещены в гостинице. Остальные направлены по домам. С ними продолжают работать психологи и медики. Писал только что указ губернатора, распоряжение губернатора о выделении всем семьям по одному миллиону погибшего члена семьи. Работа по выдаче начнется буквально с завтрашнего дня. Мои коллеги из других регионов, еще из трех регионов Российской Федерации, Москва, Волгоградская область и Краснодарский край приняли аналогичное решение. Люди скорбят о погибших в авиакатастрофе, которая унесла жизни родных и близких людей, друзей и коллег. Это вообще жутко. Приехать за столько тысяч километров и возле дома погибнуть. Это жутко. А кто у вас летел? Кто у вас летел? Кого у вас летел? Моей подруги, дочкой с мужем и с маленьким сыночком. Тут бывший мой шеф Игорь Олегович Пакус с женой. Я работал в Груздраве раньше, когда он был начальником Груздрава, потом перешел в вторую областную больницу за врач. А вот пришел выложить. Мужчина был золотой. Родственникам жертв авиакатастрофы предстоит пройти сложную процедуру – опознание тел погибших. С ними работают психологи. Медицинские работники оказывают необходимую помощь. 20 марта в Ростовской области – день траура. В регионе приспущены государственные флаги. Учреждения культуры отменили развлекательные мероприятия. Субтитры создавал DimaTorzok